Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Несколько месяцев назад я сидел в самолете и ждал взлета. Ко мне подошел Стюарт и сказал, что у меня слишком большая сумка. Она не поместится под сидением, и ее лучше положить на багажную полку. Я много лет путешествую с этой сумкой, и она всегда там помещалась. Я взял и подтолкнул ее под сидение ногой. А Стюарт мне говорит, как маленькому, «Не поместится». Когда он это сказал, у меня вскипела кровь. Я посмотрел на него, улыбнулся и сказал, «Все будет хорошо, дяденька». Понять, что я сейчас взорвусь, можно было по двум признакам. По моей натянутой улыбке и по слову «дяденька». На что он нерадостно отвечает, «Пока ваша сумка не будет лежать на верхней полке, мы не взлетим». Я воображаю себя Рокки и думаю, «Игра не закончена. Еще один раунд». Я нажимаю кнопку вызова стюарда. Он заходит и смотрит на меня, будто в первый раз видит. Я отдаю ему свою сумку и говорю, «Ее нужно положить на верхнюю полку». Он запихивает туда сумку и выходит. Когда самолет взлетает, я встаю, беру сумку и кладу ее на место, снова себе под ноги. Я не горжусь этим поступком. Просто не люблю, когда мне указывают. У вас так бывает? Ограничитель скорости 70, вы едете 75. Сказано быть на работе в 8.30, вы приходите в 8.40. Есть комендантский час, нужно хоть на несколько минут опоздать. Сопротивление властям естественно. Одна девушка сказала, «Властям я подчиняюсь, когда они не указывают». Мы пытаемся обойти правила и законы, не желаем им подчиняться. Я думаю, по этой причине многие люди избегают всего религиозного. Зачем сознательно ограничивать себя правилами, которые лишат вас всех радости жизни? Иисус предлагает нам посмотреть на это с другой стороны. Он рассказывает притчу о сыне, который не желал исполнять отцовских указаний и ушел из дома. Эта притча написана в Луке 15 главе. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка из-за колития. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Блудный сын из этой притчи олицетворяет нас, а любящий и милостивый отец – Бога. Парню надоело жить под руководством отца, и он решает уйти из дому и жить так, как ему хочется. Но от разгульной жизни у него в душе появляется пустота. В Библии сказано, что парень пришел в себя и решил вернуться домой. Он боялся, что отец отречется от него, но написано, что когда сын был еще далеко, увидел его отец и пал ему на шею. Он устроил праздник в честь сына. Он дал сыну второй шанс и новых жизней. После чего парень стал по-новому смотреть на вещи. Он понял, что для отца главное не его поступки, а то, что у него есть сын. Мы, христиане, должны в первую очередь помнить, что мы Божьи дети, а не слепо исполнять какие-то правила. Мы должны возрастать в Боге и поступать соответственно. Вера – это не исполнение правил. Вера – это духовное становление во Христе. Когда мы понимаем, кто мы во Христе, жить по Божьим правилам становится естественным. В нашей беседе о христианстве мы не будем говорить о правилах. Я зачитаю три места из Писания, в которых сказано, кто мы в Иисусе. Во-первых, мы Божьи дети. Пусть образ ребенка крепко засядет у вас в голове. Когда человек приходит ко Христу, он рождается свыше, то есть заново. Это значит, что у нас начинается новая жизнь. Во втором послании к Коринфянам сказано, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Очень важно, в какой семье мы рождаемся. Если Иисус наш Спаситель, значит Бог наш Отец. В Библии сказано, что Бог царь царей. А если царь царей наш Отец, значит мы царские особы. Субтитры создавал DimaTorzok Как и все девочки, мои дочери любят наряжаться и играть в принцесс. Стыдно признать, но иногда они уговаривают меня поиграть с ними. Эта игра называется «Красивенькая принцесса». Все просто. Вы крутите стрелку, и на что она покажет? Бусы, браслет, кольцо, то вы и одеваете. Выигрывает тот, у кого выпадает корона. Они обожают наряжаться и играть в принцесс. А младшая дочь говорит, что когда вырастет, станет принцессой. К сожалению, это не так. Она никогда не будет сидеть на троне, носить корону и держать скипетр. Знаете почему? В этом моя вина. Я не король. Чтобы стать принцессой, нужно родиться в королевской семье. А семью, тем более королевскую, не выбирают. Принцы Уильям и Гарри не выбирали быть принцами и не устраивались на такую работу. Это нельзя и заработать. Как бы тяжело вы ни работали, вас не продвинут в короли. Это привилегия. С ней рождаются. Нашей заслуги в том, что мы дети царя, нет. Барри Свитцер сказал, третий ребенок в семье часто думает, что он заменяет троих. Меня всегда раздражали христиане, которые свысока смотрят на других и считают себя лучше других, будто они каким-то образом заслужили быть божьими детьми. Важно не то, что сделали мы, а то, что сделал ради нас наш Отец. Мы не имеем права гордиться, потому что мы этого не заслужили. Мы такими родились. Более того, дети Божьи не должны жить в бедности. Парень, о котором мы читали в Евангелии от Луки, знал, зачем голодать, если он может пойти к Отцу, кротко признается в своей нужде, и Отец ее восполнит. Нам тоже незачем жить в духовной и эмоциональной бедности. Мы дети царя. У нас такое удивительное наследие. В Ефесянам 3.8 говорится о богатстве, которое мы получаем, приходя ко Христу. Давайте представим, что вы еле сводите концы с концами. Вечером вы купили лотерейный билет и выиграли 72 миллиона долларов. Как вы думаете, ваша жизнь изменится? Завтрашний день будет не похож на сегодняшний. Вы станете ходить по ресторанам, одеваться по-другому, купите себе новую машину и дом. Будет смешно, если вам по-прежнему нечего будет кушать или одеть. У нас есть богатство Христа, и оно должно менять нашу жизнь и наше отношение к жизни. Бог дал нам благодать. Сколько стоит прощение грехов? Сколько стоит Божья милость? Какой ценник можно повесить на силу и мир, который дает нам Бог в самые трудные минуты отчаяния? Сколько стоит надежда? Надежда на то, что вечность мы проведем на небесах. Во-вторых, христиане – это странники. В Библии используется слово «пришелец». Этот мир не наш дом, а остановка на пути к конечной цели. Петр был одним из ближайших учеников Иисуса. Он написал несколько библейских книг. В первой книге Петра он обращается к тем, кто пострадал за веру, и называет их пришельцами. Иными словами, путниками из других стран. Он хочет, чтобы они поняли, что этот мир – не их дом, не конечная цель их путешествия, а только станция на пути следования. Если мы странники, то и вести себя мы должны соответственно. Заполните бланк и распишитесь. Спасибо. 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 Странники отличаются от обычных людей. В Библии сказано, что мы должны жить в этом мире, но быть не от мира. Если бы в универмаге вы услышали незнакомую речь и увидели мужчину в юбке шотландки, то наверняка подумали бы, что он не здешний. Национальные особенности выделяли бы его из толпы. У учеников Иисуса тоже должны быть особенности, которые отличают их от других людей. Вы не подскажете, где находится Йорк? 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 Значит, там главная улица и рынок. Вам нужно пройти большое здание, это два квартала. Два квартала. И выйдите на улицу Йорк. Огромное здание, два квартала. Два квартала? Да, и улица Йорк. До свидания. Петр говорил, что христиане должны отличаться от мира. Римский историк Тацит писал о гонениях и страданиях, которым подвергались христиане. Он пишет, что их бросали на съедение псам. Распинали на кресте, сажали на кол, сжигали на костре и этими кострами освещали ночной город. Это было страшное время. Искушение стать, как все, было огромным. Христиане могли вести себя тихо и незаметно, могли скрывать свою веру. Но Петр обращается к ним и напоминает, что они пришельцы на этой планете. Им нужно жить не так, как все. Послушайте, послушайте, полицейский. Йорк! 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 Улица Йорк! Йорк! Вы неправильно идете. Вам нужно пройти три квартала в ту сторону. Йорк! Три квартала в ту сторону. Не в эту сторону, а в ту. Современным христианам есть чем выделиться из толпы. Можно, например, склонить голову и помолиться в ресторане. Или, когда кто-то пытается нас надуть, не злиться и мстить, а проявить милость и прощение. Мы выделимся из толпы, если ради продвижения по службе не будем наносить ударов в спину коллеги или обманывать. Мы выделимся из толпы, когда дадим нуждающемуся. Это не просто правило, которое мы соблюдаем, чтобы быть лучше других. Такой должна быть. Наша натура. Мы – Божьи дети на пути к небесам. Божьи дети на пути к небесам. Мы, странники, должны быть легки на подъем. В переводе с греческого слова «странник» значит «путешественник». Мы не должны считать этот мир своим домом. Мы на пути домой. Это значит, что устраиваться поудобнее не стоит. И не нужно надеяться на ценности этого мира. Недавно я читал рассказ Макса Лукада, в котором отражены мысли многих христиан. Он начинается так. «Однажды я летел в самолете, и рядом со мной сидел мужчина, одетый, на мой взгляд, в домашнюю одежду, халат и тапочки. Это была не единственная его особенность. Моё сидение было оббито тканью, а его кожей. Когда он заметил, с каким восторгом я его рассматриваю, он объяснил, что это кресло куплено в Аргентине, и он сам его установил. Не успел я сказать и слово, как он показал драгоценные камни в подлокотниках и сказал, «Они из Африки и стоят целое состояние». Это ещё не всё. Его выдвижной столик был из красного дерева. Рядом с окном был встроенный телевизор, а в потолке – личный вентилятор. Можете представить моё удивление? Я спросил, «Зачем было тратить столько времени и денег на место в самолёте?» Он ответил, «Я здесь живу. Это мой дом». Я спросил, «Вы никогда не выходите из самолёта?» Он сказал, «А зачем лишать себе такого комфорта?» Невероятно. Жизнь этого мужчины – путешествие. Его дом в самолёте. Это история-выдумка, но таких людей, как этот мужчина, предостаточно. Многие относятся к жизни так, будто это их дом навечно. Они забывают, что придёт день, когда им придётся высадиться на землю. Но путешествовать не так уж и сложно. Собрались, встретились с друзьями, сели на самолёт, вздремнули, и вы на месте. Жизнь – это не пункт назначения. Это путешествие. Предъявите водительские права. Сфотографироваться можно и здесь. Спасибо. И последний образ, с которым ассоциируется христианин, и который чаще всего встречается в Новом Завете. Это образ спортсмена и бегуна. Самое главное для спортсмена – это тренировки. В первом послании к Оринфянам, девятой главе сказано, «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те – для получения венца тленного, а мы – нетленного. Олимпиец знает, что тренировки важнее всего. Нельзя просто так, на ровном месте, стать олимпийцем. Для этого нужно долго тренироваться и соблюдать дисциплину. Субтитры создавал DimaTorzok Представьте, что я разложил перед вами на столе кучу запчастей и попросил вас собрать реактивный двигатель. Вы бы сказали, что не умеете, что не учились этому. Я бы ответил, «А вы попробуйте». Вы бы повертели в руках несколько запчастей, потом безнадежно посмотрели бы на меня, и я бы сказал, «Что с вами происходит?» «Вы не стараетесь, постарайтесь». Это смешно. Чтобы собрать реактивный двигатель, одних стараний мало. Нужны умения и навыки. Если бы вы тренировались, то у вас, наверное, получилось бы. В церкви мы тоже иногда думаем, чтобы стать христианином, нужно сильно стараться. На самом же деле, главное – тренировка. Что значит тренировка? Это размышление над Словом Божьим, молитва, общение с другими христианами. Если мы все это делаем, наши отношения с Христом развиваются, а вера становится крепче. Спортсмен знает цену тренировкам, а также обладает упорством. В Евреям 12, 1-3 сказано, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Автор послания к евреям сравнивает жизнь христианина с дистанцией. Чтобы ее пробежать, нужно быть упорным. Это даже не спринтерская дистанция, а марафон. А у всех марафонцев есть искушение сдаться. Колит в боку, болят мышцы, одышка, в горле пересохла. Некоторые падают и сходят с дистанции. Многие принимаются за дело с рвением, но потом постепенно угасают. Например, у меня в подвале есть беговая дорожка. Сейчас ею никто не пользуется. Может, и у вас есть какой-нибудь тренажер. Степпер, гири, силовые тренажеры. Вы покупаете их с самыми лучшими намерениями. Но сейчас они лежат и только занимают место. Может, несколько раз в год к вам приходит вдохновение, и вы решаете заняться собой. Но это ненадолго. Апостол Павел ободряет нас никогда не сдаваться и быть упорными. Один мой друг, который участвовал в бостонском марафоне, рассказывал, что на дистанции есть одна печально известная гора. Небольшие холмики встречаются уже на 20-м километре, а вот на 30-м стоит одна большая гора под названием Горе-гора. Это самая высокая и самая крутая гора на всей дистанции. Хуже всего, что к 25-му километру силы у большинства марафонцев на исходе. И когда они к ней подбегают, гликогена в мышцах почти не осталось, и на его месте появилась молочная кислота. Мышцы требуют кислорода. Горе-гора испытывает напористость и упорство всех марафонцев. Жизнь неравнина, в ней полно таких горе-гор. Мы часто сомневаемся в своих силах, не чувствуем Бога и разочаровываемся в других христианах. Мы пересматриваем свою жизнь, думаем, что недостойны Бога. Нам кажется, что Бог молчит. Нас мучают угрызения совести. Нашу веру высмеивают. Несмотря на все это, мы призваны бороться, бежать дальше, не терять веру, проявить упорство и не сдаваться. В послании к евреям сказано, чтобы мы думали об Иисусе. Он мог сдаться, ведь если бы он не хотел пожертвовать собой, никто не лишал бы в его жизни. Он мог бы сказать, это слишком больно, но он дошел до конца и был распят. Его последним словом было «свершилось». Это был не его поль поражения, а клич победы. Он исполнил свое предназначение. Поэтому, когда мы сомневаемся в своих силах, нам нужно вспоминать его и то, что он для нас сделал. Только так мы не упадем духом и проявим упорство. Только в Боге мы найдем силы дойти до финиша. Пожалуйста, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 и ритуалах. Думайте о том, кто вы во Христе. Вы спортсмен, пришелец и дитя Божье. Живите же соответственно.